Ох, какая, смотри, счастливая семья. Какие вот улыбающиеся родители, ребёнок, они проверялись. У них что, положительный? Нет, нет, отрицательный. Отрицательный – это же хорошо, положительный – это плохо. Оказывается, самая тяжёлая часть путешествия – это ПЦР-тест. Пока найдёшь, где его делают быстро. Смотри, они спрашивают, что я не робот. Интересно. Сейчас, я сейчас его… И где его делают? Всего лишь за 30 долларов, 99 шекелей. На нашу семью это вылилось в 600 шекелей, да? Почти сколько получается? 200 долларов? Да, ничего себе. Мы жахнули, да? Круто. Так, всё, теперь всё должно у нас прийти по почте. А картиночка рекламная какая замечательная, посмотрите. А женщина блаженствует просто, а? Счастье, да? Счастье, да. Билет в рай. Пятое января 2022 года. Здравствуйте, наши дорогие зрители. И сегодня мы расскажем вам, как мы добрались до Ирландии. В нынешнее непростое время модной болезни сделать это было непросто. И вы увидите разные аэропорты, и узнаете разные фишки о том, как нужно путешествовать в этот период. Ну а пока вы видите нас, блуждающих по району Хара-Хоцвим, в поисках пункта, где нужно сдать ПЦР-тест перед полётом. В Иерусалиме есть не только красивые места, пальмы, камни, древности. В Иерусалиме есть и вот такие вот районы, где располагаются, например, вот здесь и предприятия хай-тека, и лаборатории всякие медицинские, типа ТЭВы знаменитые. Тут же и ультраортодоксальный район, называется это всё Хара-Хоцвим. И вот особенно в ночи, конечно, и когда адрес указан весьма примерно, это было весело. Мы довольно долго плутали, потому что номера дома, указанного в электронной почте, на данной улице просто не существовало. Хорошо, что на одной из парковок нам просто подсказали, как нужно идти и куда. Видимо, уже этого охранника мы не первые спрашивали, как пройти к ПЦР-тесту, и он нам просто эту подворотню помог найти. Ну, очередь, вы уже видите, без лишних комментариев, большая. В основном ортодоксальные евреи, потому что в основном-то они сейчас и летают из Израиля в Америку. Они многие просто американцы. Ну, стояли мы долго, скучное ожидание в очереди. Мы назначили на попозже, потому что иначе нам не хватало часов для перелёта. Мы летели долго, два дня, да, получается, с ночёвкой, сейчас увидите как. И поэтому нам нужно было сдать ПЦР-тест нужно максимально поздно. Детки, конечно, вели себя просто идеально для данных условий. Больше, наверное, даже устали мы с Рафаилом и немножко уже даже начали раздражаться под конец. Однако, нужно сказать, что люди, которые ПЦР-тест брали, медбрат и медсестра, были крайне доброжелательными, терпеливыми, и это как-то всё немного скрасило. Ну, мы взяли с собой в основном только то, что имеет для нас особого значения. Это не означает, что это имеет особую ценность в плане того, что это дорого. Нет. Мы взяли в основном наш личный архив, в том числе и картины, которые рисовали Анины родители, и она сама в детстве, и мои книги, которые нужны для работы. Это мама, мне кажется, моя самая. Я уже, видишь, не помню, где мама, где папа. Я помню вот эти два пейзажа, что это мамин, это папин. Абсолютно одно и то же место. Но папа больше заметил лыжню, и такое всё более чёткое. А мама более такое было мягкое. И на самом деле нарисовано лучше здесь. Но у мамы больше настроение получилось. И так было всегда. У папы было лучше нарисовано, а у мамы настроение. Как картины упаковать? В тряпку заворачивать можно? Мы, конечно, очень много всего раздали перед того, когда мы уехали в это временное жильё. В том числе наши православные общины вот здесь, в том числе и мирянам, и монастырям. В том числе мой рабочий стол. Это уже не мой рабочий стол, то, что мы видим здесь. Это вот временная квартира, где мы, в принципе, проживали полтора месяца. Кроме того, чтобы распределить, кому что, как отдать и куда, нужно было ещё сделать одно очень важное дело. А именно запустить в работу наш интернет-магазин ТОПОС. И дело не в том, что я возлагала и возлагаю серьёзные на него надежды, как на финансовое обеспечение нашей семьи. И дело даже не только в этом. Мне очень хотелось, чтобы у вас, дорогие мои, была крепкая, хорошая возможность покупать любимые вами товары, святыни, привозить их со святой земли. Хотя вы и не можете сейчас к нам прилетать. Маслица от гроба Господня, иконы, кресты, освященные на гробе Господнем, милые ювелирные украшения, как, например, Вифлеемская звёздочка 14-конечная и многое другое, что вы так любили покупать, когда приезжали сюда в паломничество, чтобы связь ваша со святой землёй не прервалась. Также через наш интернет-магазин ТОПОС можно подавать записки на божественную литургию, ко гробу Господню, и к гробнице Богородицы, и в Вифлеем. И действительно пришлось проделать большую работу. Нужно было обучить сотрудников, которые будут всё это развозить, упаковывать, отправлять, освещать, ну и так далее. Для того, чтобы цены в нашем магазине были в разы ниже, чем в лавках сувенирных Иерусалима и Вифлеема, мы, конечно же, наладили прямые контакты с производителями. В Палестине немало ремёсел. У нас режут по оливковому дереву, у нас делают и глиняные изделия очень красивые, с обжигом, кстати, в печи настоящей, и стекло, много чего. И вот с этими производствами, которые сейчас прямо, скажем, сидят без работы, в общем-то, мы и наладились. И поэтому наш интернет-магазин ТОПОС – это редкая возможность покупать товары со Святой Земли по очень адекватным ценам, освещать всё это на гробе Господнем. Свечи мы тоже обжигаем от благодатного огня, кстати. И всё это делают очень надёжные люди. Можно купить и вкусности, и сладости, и кофе, и знаменитый чай Марамия. В общем, заходите на сайт. Ну, а главный сотрудник и кладовщик – это наш Саид, водитель, с которым наша семья работала очень много лет как туристическим водителем, которого мы знаем как человека крайне организованного, аккуратного и очень любящего паломников и вообще людей. И поэтому вот уже сейчас мы получаем от вас благодарственные письма от тех, кто уже получил свои посылочки. Этих людей уже сотни. И говорят, даже сама бы так не упаковала тщательно, как упаковал Саид. Он действительно чувствует огромную ответственность. Ссылка на магазин ТОПОС есть прямо в описании к этому видео. Заходите, дорогие друзья, подавайте записочки, приобретайте святыньки, сувениры, подарки родным и себе. Всё это освещается по вашему заказу на гробе Господнем и идёт прямо к вам. Вот как раз эта дорога очень много значит для меня лично. Я эту дорогу знаю с детства, да, для тех, которые первый раз смотрят это видео. Я иерусалимец, да, я не родился ни в Африке, ни в России, ни в Англии, а именно здесь, в Иерусалиме. Я потомственный иерусалимец, гражданца британская, имею от мамы, которая из Англии, но по папиной линии весь наш род жил здесь. Столько раз я здесь также водил паломников и пешком, и на автобусе. По этой дороге мы также многократно шли с детьми в храм пешком, да, не на машины. Так что вот мы сейчас прощаемся, надеюсь, что не навсегда, вот, скажем, вот такой перерыв на время с Иерусалимом. Будем потихонечку сейчас отправляться в сторону Явских ворот, а оттуда уже едем в сторону запада, уже в аэропорт Бен-Гурьон. Помню каждый сантиметр этой дороги и каждую секунду. Я пыталась не допускать в себе мысли, что вижу я вот это всё, возможно, в последний раз в жизни. Места, в которых я выросла, опять же, для тех, кто смотрит впервые наш канал, я родилась в Москве, прожила там до 16 лет, а потом жила в Израиле почти что 30 лет, и только в Иерусалиме. Поэтому, конечно, стоило только отпустить, начинали бы литься градом слёзы, расставаться с родными местами трудно абсолютно любому человеку, тем более расставаться с Иерусалимом. Но я как раз перед поездкой побеседовала с нашим близким знакомым, очень старым опытным врачом и священником, который сказал мне, знаешь, а ты думай про Иерусалим горний, ведь это наша настоящая родина и наш настоящий дом. А земной Иерусалим – это только его отблеск, его отражение. Но вот с такими мыслями мы и прибыли в аэропорт Бен-Гурион. Бен-Гурион проводил нас строгим и, по-моему, немножко с прищуром, с хитринкой, таким остроумным взглядом. И мы вступили в аэропорт. Опять же, сколько часов, дней, недель провела я здесь, встречая и провожая паломников, и Рафаил точно так же. Мы 12 лет работали гидами по Святой Земле. Сейчас непривычно пусто. Я, конечно, понимала, что народу будет меньше, чем обычно, но так немножко как-то было даже не по себе. Совсем практически пустой зал отлётов. Ну и прилётов такой же. Мы, естественно, очень всё продумали. Детки были настроены очень организованно и чётко. К полёту готов! И вот такой дружной командой оптимистично, максимально оптимистично мы вступили в зону контролей, проверок, бесконечной оплаты чего-то где-то, кому-то. Самое интересное было, когда выяснилось, что у нас был перевес. Притом перевес был достаточно большой, всё-таки часть книг Рафаэл умудрился упихать с собой в чемоданы, и нам пришлось заплатить круглую сумму. Чуть позже в этом видео вы узнаете, что это было на самом деле, и как в другом аэропорту картина выглядела совершенно по-другому. Ну, а пока мы стоим на ручной паспортный контроль, потому что Касю нашу автомат не прочитал. Она слишком маленькая, как мы её не поднимали, камера её не видела, и пришлось вручную. И вот мы сейчас вышли, наконец-то, на свободу. Уже все метарства прошли, все проверки. Мы уже идём по этому огромному коридору по пути в дьюти-фри, который тоже выглядит немножко уныло, не как всегда. Даже фонтан, который наши дети, особенно Эмилия, очень любят, не работал сегодня. Так что я представляю, что много, которые уже прилетели, привыкли к этому аэропорту. Я лично, кстати, этот аэропорт не очень люблю. Встала просто очень. Да. Не снимай меня, Коля. Устала, устала. Выздоравливай скорее. Хорошо, что не ковид. Будешь в изоляции лечиться и отдыхать. Я спать буду и работать. Ну, вот и всё. Конец и начало. Садимся в самолёт. Последние минутки. Улетаем. М-м-м. Садимся в-сам. Продолжение следует. milit Ma-м-м. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и мы летим над Средиземным морем, над Альпами, Германии, в сторону Амстердама. Вовсе-то от Тель-Авива до Амстердама 5,5 часов. Она приклеивается. Что надо делать, Кася? Роббет. Роббет. Тереть, то бишь. Тереть, тереть. Мы с тобой два языка знаем. Давай, тереть. Так, теперь трем, трем, трем. Теперь, Кася, убирай лапки. Аккуратно отдираем. Ничего нет. Надо выбрать цвет. Кася, какой цвет выберем? Серебряный, да? Силвер? Серебряный. Теперь мы его прикладываем. Мы трем, 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 трем. Теперь аккуратненько отдираем. И у нас получается вот такая волшебная, совершенно блестящая снежинка. А тут вокруг еще раскрасить можно. Вот мы приземлились, приземляемся в Амстердаме. Огни Амстердама встречают нас. В принципе, Анна и дети никогда не были в Северной Европе. Так что это первый северный европейский город, который они видят. Приземляемся в аэропорт Схиппл. Могу вам сказать, что я не люблю аэропорты. Вообще все аэропорты мне не нравятся. Ни Хитроу, как бы, ни Бенгурьон, ни Шеребетево. Но Схиппл как-то очень классный аэропорт. Так что впечатление для меня было очень хорошее. То, что было очень важно в плане настроения. Мы же такой, как бы, шаг приняли. И вот первый аэропорт, который встречал нас, был такой, на самом деле, удобный. Непретенциозный, как такой микрогородок. Дорога, чтобы забрать, например, чемоданы, была тоже очень именно user-friendly. То, что называется по-английски. То есть удобно для употребления. Сумки, чемоданы нашли мы сразу. И тут же дети стали их паковать. И вот никак было нельзя отговаривать Рут, моя маленькая дочь, от того, чтобы она катала вот эти тележки. То есть ей был очень важный момент, что она сама тащит эти чемоданы с тележками. И хоть нам с Анной было немножко как-то не по себе, если честно. Отель также в Схипполе, отель Илтон. Ну, конечно, по сравнению с Илтоном, который в Израиле, цены здесь намного дешевле. Мы, конечно, не могли бы позволить себе даже одну ночь в Илтоне, в Израиле. Здесь цены совсем другие. Отель, конечно, отличный. Если кому-то, короче, надо по пути куда-то останавливаться в Амстердаме, могу только посоветовать вот этот замечательный отель. Кормили нас замечательным также завтраком. Виды были тоже очень красивые. Учитывая, что это отель всего лишь в аэропорту. Из-за нынешней мировой ситуации ресторан в отеле был закрыт. Извинились, сказали нам, идите ищите в аэропорту. Мы нашли Бургер Кинг. Правда, тоже взять можно было только с собой. Видите, столики все закрыты. Сидеть в ресторанах в Амстердаме нельзя. На тот момент был, на момент нашего перелета. Ну, мы очень вкусно и дешево поели. Наслаждались долго видом из окна чудесным. И, конечно, нам ужасно хотелось утром пойти и погулять. Но, опять же, из-за пандемии выход в город строжайший запрещен. Нельзя покидать территорию аэропорта. Но оказалось, что и на территории аэропорта есть что посмотреть. Успели даже немножко с Анной походить, познакомиться с березами, которые тут. Я, Анна, сразу сказал, как только ты увидишь березы, северные деревья, дубы и так далее, у тебя тоска по гробу Господней, по Иерусалиму, тут же вот пропадет. Или станет все намного легче, поскольку Анна деревья очень любит. Да, действительно, мой муж меня очень хорошо знает. В Амстердаме мне стало очень хорошо на душе. Я погрузилась в свою северную стихию с детства родную. И вообще сам отель Хилтон и аэропорт в рождественских огнях, ёлках, доброжелательность персонала, обслуживающего вообще людей вокруг, сразу дала мне ощущение отдыха. Вот вы не поверите, у меня было ощущение, что после стресса, нервов, эмоций, тревог и всего прочего я отдыхаю. Отдыхаю вот между прошлым и будущим, не очень понимая, что день грядущий мне готовит. Но благодаря Богу за каждую вот эту светлую минуту в окружении приятных, добрых людей. Небольшой рождественский подарок ждал нас и на регистрации багажа. К нашему невероятному удивлению оказалось, что перевес у нас не 26 килограмм, а ровно в половину меньше. Нет, друзья мои, мы не съели тушенку и колбасу, взятую с собой. Ничего подобного мы не брали, и чемоданы наши весили ровно столько же, сколько и в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Просто весы были настроены по-другому. Авиакомпания, кстати, тоже та же, всё тоже. Мы летели одной и той же авиакомпанией, просто транзитным рейсом. И вот выяснилось, что в аэропорту Бен-Гурион все весы настроены так, что каждый чемодан весит на 2-3 килограмма больше, чем на самом деле. Ну, про то, что в Бен-Гурионе есть целая мафия, которая занимается багажом, мы слышали. Но что это вот так выражается в финансах, а, извините меня, сумма была приличная за перевес, мы, конечно, этого не знали до нынешнего момента. Но мы улыбнулись, конечно, немножечко повозмущались, потом много посмеялись, и в таком, в общем-то, хорошем, бодром настроении погрузились в самолёт на Белфаст. От Амстердама до Белфаста лететь совсем недалеко – это примерно полтора часа. Если вы когда-нибудь летели на постоянное место жительства в страну, в которое вы до этого никогда в жизни не были, то, я думаю, вы поймёте мои чувства. Мне уже не было грустно, я уже не думала, не вспоминала прошлое, я думала о будущем. Вот там между облаками чуть-чуть проглядывает Великобритания, мы пролетали над Англией, пролетали над, естественно, множественными островами, над Ирландским морем, и вот полностью ничего не видно, а именно там ведь уже начинается Ирландия. Ну какая она, что там, как он выглядит на самом деле, этот изумрудный остров, не на гугл-карте, и не в телевизоре, и не на видео в Ютьюбе, а по правде. И вот самолёт начинает снижаться, у меня учащённо бьётся сердце, детки тоже носиками прилипли к иллюминаторам, и вот облака рассеиваются, и под нами вот эта зелёная, бьющая в глаза зелень и овцы. Я не знаю, если их видно в кадре, но глазами мы их видели, огромные белые пушистые овцы. Если бы кто-то мне сказал, что Ирландия – это зелень и овцы, я бы сказала, это туристический штамп. Нет, друзья мои, это первое, что ты видишь с самолёта. Мы благополучно приземлились в Белфасте, уже темнело, потому что сейчас у нас здесь закаты, ну как и в России, наверное, да, как и в Москве, уже к четырём вечера темно. В аэропорту нас встретили наши новые друзья, замечательный гид по Ирландии Анна Филлипс со своим мужем Барри, они оторвались от работы, от домашних дел и приехали встретить нас в аэропорт, даже с цветами, это было невероятно приятно, конечно. И мы сели на машину, которую заранее, естественно, заказали, и поехали в наш Ньюри. Для меня было очень важно и для Анны тоже найти место, которое, с одной стороны, будет недалеко от главных и торговых центров, где будет все блага цивилизации, но чтобы дух был, конечно, традиционный, сельский и, конечно, также религиозный. Могу вам сказать, могу вас удивить, сказать, что всё это мы действительно здесь нашли. И дело в том, что я давно, на самом деле, собирался переехать в Великобританию, но само Англия как-то меня остановило. Я как бы отец семейства, у меня четверо детей. В Англии, ну, многодетные семьи это не очень как-то вот приветствуют и так далее. Но ирландцы, ну, они совсем другие. Я не знаю, какие штампы сейчас в СМИ в России говорят про европейцев, про уродство и так далее. Ну, может быть, где-то так и есть. Мы такого здесь, в Ньюрии, не видели. Вот именно поэтому мы могли вот уехать из такого города, как Иерусалим, сюда. Могу больше вам сказать, что во многом Ньюрии город намного более традиционный, более правильный, здоровый, нормальный, религиозный, традиционный склад жизни, чем большинство районов Иерусалима и Израиля вообще, и даже палестинской автономии. То есть во многом надо понять, что для англичан и ирландцы это как, ну, вообще-то как провинциалы, тема для насмешек и шуток. Хоть сейчас это политично некорректно издеваться над африканцами или над азиатами, но над ирландцами до сих пор можно и издеваться. То есть мы приехали в такое довольно отсталое место для лондонцев или для англичан, не в какую-то крутую страну. Но, увы, не сразу мы смогли открывать для себя наш очаровательный городок Ньюрии с его горами и видами. Поначалу нам было положено отсидеть изоляцию. Кстати, сидеть ее должны абсолютно все прилетающие в Великобританию. Вакцинированные пассажиры сидят два дня, невакцинированные семь. Но это так на бумаге. На самом же деле, после отсидки тебе нужно сдать ПЦР-тест и ждать его результата. А результат, поскольку дело шло к Рождеству, приехать к нам совершенно не спешил. Поэтому в какой-то момент уже стали абсолютно дуреть и с ума сходить наши дети. Крыса где? Какая... Какая крыса настоящая? Ну, разумеется, нас очень выручало то, что какие-то вещи можно заказывать онлайн. Очень помогали соседи добрыми советами. И даже риэлтор, который сдавал нам квартиру, тоже оказался очень полезным человеком во всех смыслах слова. Ну и вот, наконец, долгожданный день отправки теста. Наборы для ПЦР-теста нужно обязательно заказать перед полетом. Без этого лететь нельзя. Документ об их заказе нужно предъявлять на таможне, на границе. У вас медсестра Анна. Ну, а в назначенный день нужно взять мазок из носа и из горла каждому члену семьи. И потом через специальную ссылочку, которая тебе приходит по почте, активировать твой тест. Как бы активизировать тест, указать время и дату, когда ты его сделал. И дальше нужно пойти и отправить его по почте. Затем нужно дождаться результата теста. Ну и потом долгожданная свобода. Субтитры сделал DimaTorzok Вот то, что очень важно, видите, это называется самая главная группа риска. И видите, никакого риска они не боятся идти в самом людном месте и играть. И это их разный. Почему? Потому что год назад все сидели по домам. Никакого Рождества год назад не было. Ни в Ирландии, ни в Англии и в многих других местах земного шара. Поэтому в этом году ощущение, что особо пышно люди решили отпраздновать, особо красивые украшения. Очень важно было встречать этот праздник с ощущением, что важно иметь не дистанции, не бояться друг друга. 85% жителей в Ньюрии – это верующие католики. Здесь несколько больших храмов. Самый главный – это собор Святого Патрика и Святого Колмана, который, конечно, на Рождество был полон людьми. Ну а мы 25 декабря в этом году решили праздновать Рождество, как и большинство православных общин Европы. Но на литургию православную мы не попали, потому что не ходил городской транспорт. Машины у нас пока что нет, и мы молились дома. Потом мы сходили послушать калятки и попеть их вместе с англиканским приходом, который находится прямо напротив нашего дома. И были приятно удивлены очень серьезной, молитвенной, но вместе с тем теплой, душевной такой атмосферой в храме. А 26 декабря в православном календаре этот день называется Собор Пресвятой Богородицы, и мы поехали в Дублин на Божественную Литургию, в православный греческий приход, храм Благовещения Пресвятой Богородицы, о котором мы еще не раз, конечно, вам расскажем. Вообще нам еще столько всего вам рассказывать, что пока, друзья, мы прощаемся. Еще раз поздравляем всех с Рождеством Христовым и обещаем выходить в эфир как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok